Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии генерал-майор Егид Минафов посетил Каспийскую школу номер 3. В ходе встречи он рассказал детям о важности патриотизма в современном мире и как дисциплинировать себя. В беседе с воспитанниками образовательного учреждения Минафов рассказал о своем тернистом, но таком интересном пути. В седьмом классе я решил стать военным. Я не спрашивал нюанса, разрешения на это дело. Мать, отец, у меня были простые люди, мать домохозяйка, отец сержантом милиции был. Он дальше в Махачпыла никуда не уезжал, никогда в жизни там. И я тут, пацан, решил уехать в Харьков. А почему я решил уехать? Именно это называлось Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР. Егид Шахбанович родился в 1962 году в селении Ахты Ахтынского района. После окончания школы отправился на учебу в Украину в город Харьков, где сегодня проходит специальная военная операция. Он отметил, что учеба для него всегда играла важную роль. Он понимал, что не достигнет успехов без труда. Я не отмылил. У нас в классе было 24 человека. У нас многие не любили учиться. Здесь, конечно, уже нет живых. Ну, а кто с головой были, кто-то бизнесом занимается. В селе несколько человек осталось, занимается бизнесом. А кто такой, ну, по крайней мере, высшее образование, кроме меня, никто не получил на тот момент. То есть это желание было всегда учиться. Ну, доходило до того, что я в день прочитывал 300-страничную книжку, в день прочитывал. В один день. И отец всегда думал, что я, кроме литературы, больше ничем не занимаюсь. Зимой же мы в маленькой комнате, где-то 15 квадратных метров, шесть детей, семьи большие были. Мы живем в этой комнате. И он, когда вечером придет, смотрит, видит, что я что-то все время читаю. Или на подоконнике все время читаю. И он один раз мне забрал книгу, печку выкинул. Напомним, что 2024 год является годом семьи. В связи с этим, в ходе беседы генерал затронул одну из самых важных и актуальных тем. Это важность сохранения семейных ценностей и взаимоотношений между близкими. Каждый его понимает по-своему. В двух словах я на этих вопросах остановлюсь. Семья – это каждый воспринимает по-своему. Человек родился в семье. В первую очередь, это взаимоотношения брака. Создание семьи – это создание брака, в первую очередь. Или брачные отношения называются сегодня по-своему. Ну и далее, там, желание иметь в семье детей. У вас же есть семьи. Вы, надеюсь, в семье желанные дети. Завершилось мероприятие вопросами от учеников и мудрыми советами и ответами от гостя семинара.